Пауза Ратовэнерго дала пояснение по сюжету, который вышел на нашем канале и рассказывал о трагедии при отключении электроэнергии. Напомним, накануне Нового года, 19 декабря, к Балаковскому пенсионеру Василию Воробьёву приехали отключать свет за долги, которых не было. Мужчина переволновался и скончался от инфаркта прямо перед электриками. Когда приехали электрики отключать, он, естественно, решил, оправдая не себя и несуществующие задолженности, показать квитанции. Он быстро побежал за этими квитанциями и в этот момент электрики пошли проверять счётчики, наличие, фактическое наличие, технические условия. И тут же прямо в воротах-то они встретились, он упал, и эти квитанции все рассыпались у него в разные стороны. Люди потом собрали и положили, вот в забор положили. Руководство Васаратовэнерго в Балакове комментарии давать отказалось, посоветовав нам обращаться в пресс-службу саратовского офиса. Собственно, уже на следующий день мы получили ответ из пресс-службы, что будет проведена проверка. И вот новое сообщение со ссылками на статьи в двух саратовских изданиях. Если честно, то они привели в недоумение и нас, и родственников погибшего, поскольку в этих информационных статьях было очень много неточностей. Начать хотя бы с того, что, цитата, Василий Воробьёв был обычным потребителем, но с редким исключением. Постоянно допускал просрочку оплаты. Задолженность постоянно росла. В прошлом году доходило до 4 тысяч. Конец цитаты. В феврале месяце начисление по нормативу 644,38. В марте начисление по нормативу тоже 644,38. И в марте, 28 марта, оплачено 2 тысячи рублей. Да, признаётся вдова, долги иногда были, но не более двух месяцев, примерно по тысяче за месяц. Василий Васильевич платил по нормативу до июля, поскольку у счётчика закончился срок эксплуатации, а в первых числах августа поставил новый счётчик. И сразу же платежи стали низкими – рублей по 200. Ещё одна цитата из информационного сообщения. Среднемесячные начисления составляли около 500 рублей. Прибор учёта у него установлен не был. Конец цитаты. По квитанциям за август месяц установка счётчика уже проходила по квитанциям «Саратов Энерго». Но изначально установка счётчика была в документальном акте оформлена ошибочно на здании дома. Но по проекту и по тому, как мы договаривались, на хозпостройки. Они потом переделывали акт на хозпостройку. Вот он в данный момент стоит. В «Саратов Энерго» этот счётчик, установленный в начале августа, долго оформляли. К середине октября дали акт ввода счётчика в эксплуатацию. При этом показания принимались к сведению уже с августа. Правда, в первом варианте была неправильно указана схема ввода. Но потом энергетики её переделали как необходимо. То есть, фактически, «Саратов Энерго» признала, что прибор учёта установлен. Далее по тексту. Цитата с одного сайта. «В сентябре мы направили ему уведомление». А вот вторая цитата с той же пресс-конференции, но другого издания. «В октябре мы направили ему уведомление». В реальности же, согласно заявке на введение ограничений электроэнергии, уведомление было направлено Василию Воробьёву в конце ноября. «Уведомление на отключение в бумажном варианте не получалось. Сообщили ему только 19-го утром по телефону, что его будут отключать. А уже перед отключением дополнительно Саратов Облаком Энерго позвонили в Саратов Энерго уточнить долг. Те сказали, что долг существует, ехайте, отключайте». С тем, что к моменту попытки отключения энергии у Василия Воробьёва были долги, вдова не согласна. «Но в июле месяце без объяснений, предупреждений увеличили задолженность на 966 рублей 57 копеек. Сальдовое изменение. Таким образом, если учесть эти 966,57, которые они ввели, вот тогда получается задолженность 324 рубля 38 копеек на 1 декабря. То есть опять вопрос, где правда?